День принятия декларации Республики Армения Село Мушкопад в Арцахе нуждается в газификации, лидер сообщества Конфликт не урегулирован, так как не решен вопрос статуса Арцаха Посол США в Армении и Линтрейсе Первый снег в этом году выпал на горе Арарат В чем секрет последних открытий Порт-Осара? Главное управление метеорологии объявило, что грозы и дожди Ожидается в Гиресуне, Трабзоне, Ризе, Артвине, Ерзенке, Агре, Калини, Эрзуруме, Карсе и экспортных штатах Западной Армении Отмечается, что в период с 11.00 до 19.00 ожидается усиление гроз и дождей 22.00 августа консул Западной Армении Гильямру Караманян дал интервью на радио «Интеграция Армении» в Буэнос-Айресе, Аргентина Которое провел доктор Оскар Мигель Лом-Ломджян Посмотреть интервью на испанском языке можно по следующей ссылке 23.00 августа 1990 года Верховным Советом Армении первого созыва была принята Декларация независимости Объявившая начало процесса становления независимого государства После принятия Декларации 24 августа Верховный Совет СССР на основании Декларации независимости Армении Постановил переименовать Армянскую Советскую Социалистическую Республику в Республику Армения И считать Верховный Совет 12-го созыва как Верховный Совет Республики Армения Примерно через год, 21 сентября 1991 года, Верховный Совет Армении принял решение выйти из состава СССР И провести референдум о создании независимого государства 94,99% граждан Армении сказали «Да» голосованию за независимость В общине Мушкопат Мартунинского района Арцаха проживают 270 человек После войны все вернулись на родину Об этом заявил мэр Мушкопата Рубен Мусаэлян В село переселена одна семья из Шуши Один дом уже отремонтирован Ведутся ремонтные работы, чтобы предоставить его семьям вынужденных переселенцев В школе учатся 43 ученика, которая открылась в декабре У нас нет детского сада, зато 35 детей, требующих обучения В общине есть общественный центр, медицинский центр, клуб на 160 мест, библиотека, оснащенная необходимой литературой У нас нет банкетного зала В селе находится церковь Пресвятой Богородицы 17 века Которая была отремонтирована в 2017 году на государственные средства и поддержку благотворителя Летом у нас проблемы с водой Шестой день воды нет, а если есть, то полчаса в день Село обеспечено электричеством, оно не газифицировано Но потребность в нем значительная, сказал Рубен Мусаэлян Мэр отметил, что большая часть населения занимается животноводством, сельским хозяйством и земледелием А часть занимается пчеловодством В селе Стопчелинных Улев Посол США в Армении Линд Тресси считает, что последствия недавней войны в Арцахе не преодолены А конфликт не урегулирован, так как не решен вопрос статуса Арцаха «Мы будем работать в качестве сопредседателя Минской группы, стремясь с этих позиций к деэскалации ситуации, чтобы устранить проблемы Чтобы можно было рассмотреть оставшиеся вопросы, последствия войны и другие проблемы, сказала журналистка Линд Тресси в Сюники Касаясь вопроса безопасности и пограничных вопросов, Тресси отметила, что высказала свое мнение по ним Несколько позиций озвучил также Госдепартамент США «Как вы, наверное, знаете, в июле я посетила один из приграничных районов Георганской области, где поступали сообщения об инцидентах И я хочу дать понять, что мы будем призывать к деэскалации ситуации и прекращению насилия Как только возможно, сказала Линд Тресси Посол подчеркнула, что решение этих вопросов чрезвычайно важно, тем более, что в конфликт вовлечены мирные жители Первый снег сезона выпадает на горе Арарат, самой высокой горе Западной Армении Температура воздуха в центре города Игдыр упала после того, как снег покрыл вершину горы Арарат Каждый раз, когда на вершине горы выпадает первый снег, горожане быстрее приступают к зимним приготовлениям Храм Портасар Западной Армении, который с каждым годом становится все более известным 1 июля 2018 года был включен в список семирного наследия ЮНЕСКО По словам писателя-путешественника BBC Эндрю Карри, более пристальный взгляд на новые открытия и предыдущие раскопки в Портасаре за последние несколько лет изменят взгляды, выдвинутые Клаусом Шмидтом, открывшим Портасар ранее Во время основных раскопок навеса, защищающего центральное сооружение, археологи были вынуждены спуститься дальше из глубин, которые выкопал Шмидт Группа немецкого археологического института во главе с доктором Шмидтом и сменившая доктора Шмидта доктор Лик Лер обнаружили, что дома и постоянные резиденции располагались на несколько метров ниже оснований больших монументальных построек Эти открытия означали реконструкцию доисторического периода Оказывается, Портасар был не просто изолированным храмом, где люди собирались для особых ритуалов, а растущие и развивающиеся деревни со специальными постройками в центре Команда также нашла большой резервуар на холме и водосточные трубы А также тысячи шлифовальных инструментов, используемых для приготовления овсянки и зернового пива Далее для вас ансамбль Акунг «Кэшкэнаутар» Полная версия видео Доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...